Молимся! В жизни подателю приди всеми сядны, мир очистен и от всякие скверны, и спаси благослови души нашим. Отец наш Небесный, благослови нас, Господи, на сие занятия. Господи, благодарим Тебя за то, что у нас есть Слово Твое на понятном нам языке. Благодарим Тебя за святых отцов, которые нам растолковали Его. Господи, умудри нас, дай нам мудрость и понять уже истолкованное, понять волю Твою, Господи, и исполнить ее. Тебе слава за все, Отец и Небесный Твой Дух. Аминь. Мы проходим Евангелие от Луки, глава 23. С первого по пятый стих. И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ наш, запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом, Царем. Пилат спросил его, ты царь иудейский? Он сказал ему в ответ, ты говоришь. Пилат сказал, ты священникам и народу. Пилат, услышав о Галилее, спросил, разве он галилеянин? И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалим. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем. И надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Пиросвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его, но Ирод со своими воинами, уничижив его и, насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделали в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав пересвященников и начальников, и народ сказал им, вы привели ко мне человека сего, как развращающего народа. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать, смерть ему, а отпусти нам Варавру. Варавра был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали, распни, распни его. Он в третий раз сказал им, какое же зло сделал он. Я ничего достойного смерти не нашел в нем. Итак, наказав его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их имперосвященников. И Пилат решил быть попрошением их, и отпустил им посаженного за возмущение убийства в темницу, которого они просили. А Иисуса предал их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона, кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Значит, это с шестого по двадцать седьмой стихи толкования. Пилат посылает Господа Кирогу во исполнение римского закона, повелевающего, чтобы каждый судим был начальником его области. Поэтому Иисуса, как белибиятельно, он посылает к правителю Далилеи. Ир отобрадовался этому не потому, что, впрочем, будто бы имел приобрести какую-нибудь пользу для души, увидев Иисуса. Но поскольку слышал о нем, что он мудрец и чудотворец, то имел неразумное желание, страдая и сам любовью к новостям, увидеть всего странного человека и послушать, что он говорит. Не страждут ли и ныне многие из нас этой болезни? Он сам желал увидеть какое-нибудь чудо от Иисуса не с тем, впрочем, чтобы уверовал, но чтобы насытить зрение, подобно, как мы на зрелищах смотрим. Как кудесники представляют, будто они проглатывают змей, мечи и подобное, и удивляемся. Ибо Иисуса относили почти к роду таковых же. Ирод расспрашивал его о многом, обращаясь с ним в некотором ироническом тоне и во всем насмехаясь над ним. Поэтому Иисус ничего и не отвечал ему. Ибо тот, кто все сотворил словом и о ком Давид засвидетельствовал, что он даст твердость словам своим на суде, Псалом 111.5, знает, когда должен отвечать. Ибо что за нужда отвечать тому, кто спрашивает не для научения? Какая нужда бросать жемчуг перед свиньями? Матфея 7.6. Напротив, как мы сказали в главе до 2. «Человеколюбие требует молчать в таких случаях, ибо сказанное слово, не принося никакой пользы, невнимательным, сверх того подвергает их большему суждению. Впрочем, Пилату, поскольку он был благонамереннее Ирода, Господь отвечает, хотя не совсем ясно. Ибо тот спрашивал, царь ли ты иудейский? А Господь отвечает, ты говоришь. Ответь сей заключает, как бы двоякую мысль, ибо можно понимать его и так. Я поистине есень, царь иудейский, ты сказал сущую правду, можно разуметь и иначе. Я не говорю, ты говоришь, имеешь власть и говоришь. А Ироду, как решительному насмешнику, нисколько не отвечает. Ибо поистине, как говорит Исаия, 3 главе, 4-12 стихи, у семени лукавого сынов беззаконных, то есть тогдашних иудеев, изборщики, были притесняющие их и господствующие ими насмешники. А что Ирод жаловит Иисуса с тем намерением, чтобы наругаться и насмеяться над Ним, и увидеть от Него чудо, и в таких мыслях расспрашивал Его, это показал конец. Ибо уничижив Иисуса и наругавшись над Ним, отпустил Его, и не сам только наругался, но и воин Его, что всего обиднее. И надев на Него светлую одежду, отослал его к Пилату. А ты смотри, пожалуй, как дьявол запинается во всем, что не делает. Он устрояет такие ругательства и обиды Христу, а отсюда яснее обнаруживается истина. Ибо насмешки самым очевидным образом свидетельствуют, что Господь не мятежник и не возмутитель. Если бы он был таков, то не стали бы шутить, когда угрожает такая опасность и предполагается восстание целого народа, и притом народа многочисленного и очень склонного к новизне. И сделали в тот день Пилат и Ирод друзьями между собой. Отослание Пилатом к Ироду, подчиненного всему, показалось началом дружбы, так как Пилат не присвояет себе преимуществ Иродовых. Впрочем, смотри повсюду, как дьявол для того, чтобы только приготовить смерть Христу, сводит в одно, что отстояло друг от друга, поселяет единодушие и дружбу между теми, кои были врагами. Не стыд ли нам, когда он для того, чтобы Христа умертвить и врагов примирил, а мы для собственного спасения и друзей не сохраняем в дружбе с нами? Когда же Христос отослан был назад к Пилату, смотри, как опять сияет истина. Вы, говорит Пилат, привели ко мне человека сего, как разращающего народ, но я не нахожу в нем ничего достойного смерти, равно как и Ирод. Видишь ли свидетельство двух человек, и при том одного правителя, а другого царя? Совершенно истина. Судьи сами свидетельствуют, что человек сие невиновен. Вы, обвинители, не привели ни одного свидетеля. Кому же нужно верить? Дивно, как побеждает истина. Иисус молчит, а враги свидетельствуют в пользу Его. Иудеи кричат, и никто не подтверждает их вопрямь. Пилат был какой-то слабый и весьма мало вступался за правду. Он боялся клеветы, чтобы его не опорочили, что он отпустил возмутителя. Ибо он не умел сказать, страха вашего не убоимся, а сам Господь будет мне в страх. Исайя 8, 12-13. Итак, наказав его, говорит, то есть, вразумив бичами отпущу, а римлянам в угоду иудеям. И надлежало ради праздника отпускать по одному узнику. Ибо при заключении договора с иудеями дали им свободу жить по своим обычаям и законам. А у иудеев было от отцов обычаи выпрашивать осужденных у правителя. Подобно, как из-за Иоаннафана заступились перед Сауру. 1-й царств 14-45. Но весь народ стал кричать, говорится, смерть ему. Что может быть хуже этого? Народ избранный, неистово требует убийства. Пилат Язычник отвращается от убийства. Вверх стал низом. Смерть, говорят ему, а отпусти нам вараву, которую посажен в луфтеблицу, как возмутитель и убийца. Пилат в третий раз предлагает отпустить, в третий раз. И они кричат против Христа, чтобы сим троекратным воплем окончательно подтвердить свою жажду убийства. И они, как говорит блаженный Петр, отреклись от святого и праведного. А выпросили даровать им человеку-убийцу. Деяние 3-14. Ибо они любят подобное. Почему и принимают участие в нем? Потому что они сами возмутились против римлян и стали виновниками бесчисленных убийств и собственной погибели. Господь предсказывает Асем через Иеремию. Я оставил дом мой, покинул удел мой. Самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу. Возвысил на меня голос свой. Зато я возненавидел его. Иеремия 12-7-8. Горе им, что они удалились от меня. Гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня. Падут отмечать нельзя их за дерзость языка своего. Осия 7-13-16. Ибо крест есть начальство Господа и Царства. Павел говорит, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и прочее. Филиппийцам 2 глава 8-9 стих. Как сенаторы имеют знаки своих достоинств, иные пояса, другие мантии, так и Господь устанавливает крест знамением Своего Царствия. И смотревшись, ты найдешь, что Иисус царствует в нас не иначе, как через злострадание. Что живущие в ней – суть враги Креста. И тот может сделаться покорным Кресту и взять крест его. Кто упражняется в добродетели, кто идет с поля, то есть оставляет настоящее поле, мир сие и дела в нем, истребиться в Иерусалим, в Иерусалим, в Иерусалим, свободный. Галатам 4-26. Иерусалим, вот так прочитал Алексей, либо поистине, как говорит Исаия, ну там ссылка, у семени лукавого сынов беззаконны, то есть тогдашних иудеев. Это вот эти слова «семени лукавого сыны беззаконны», это граничит прям с таким жестким проклятиемом. Как относиться к такому? Громче скажу. Иерусалим, вот вы говорите, что надо благословлять иудеев там все такое, а вот тут прям жесткие такие слова. Семя лукавого, лукавое сыны беззаконны. А иудеев сказано. Понятно? А вы мысленно представьте, идет судилище сейчас. И вот тут находятся люди, кричат на крестах. И нам дается шанс выполнить роль, которая была у Пилата. Но только не таким быть малодушным. Вот отсюда начинается сейчас этот процесс. Что мы скажем? Пилат ведь думал не только перед народом здесь, что восстание будет, его следует. Но и перед Кесарем. У него с двух сторон крепикало. А так он сразу освобождался. Я хотел освободить, сам народ просил. Его кровь на нас взяли. И вот отсюда начали рассуждать. Слова Пилата я могу заменить. Это я сейчас на его месте. Что бы я сказал? И картина сразу прояснится. Когда мы представляем там... Вот мы сейчас закончим, как только час пройдет, и отдельной темой... Я подготовил отдельную тему, и мы дальше продолжим. Тоже суд, и тоже над человеком, нашим современникам. Сейчас там гудит все патриархии в этом. На сегодняшний день. Я этого человека летом ожидал. У него вот эта, видимо, ситуация... Не позволено приехать с делегацией сюда. Очень известный батюшка. Его сейчас заедают там. Я сейчас... Вот как, пойти сюда? Я не досмотрел ролик до конца. Он говорит. О провержении, нападении. И кажется, 3 часа 40 минут на тему дает. Придете? В интернет включите ее. И все это увидите. Проверите. Мы лично с ним не встречались. Но он обо мне говорил. Несколько не про вас говорили. В общем, такие возвышенные слова у меня нашлись. И он сумел убедить то. Когда меня судят, этот суд пилатриара, да он убил. Его судят сейчас. Я убедил, как должно было бы быть. Ну, в чем молчите-то? Ну, что? Да. Тебе понятно? Вопрос, что нам дают слово. Мы во временной, кажется, ситуации... Знаете, Иван Васильевич меня... Профессии, там, во времена Ивана Грозного его икинули. И ты сейчас там стоишь на площади. И в это время говорят. Выберите Глушков, он вам ответит сейчас так. Вместо пилата трусевого. Пилат, уходи отсюда. И ты встал, теперь говоришь. Теперь в защиту Христа. Ну и дальше. Или мне в защиту Христа сказать? А почему? Да куда Христос смотрел, когда у меня корова сдохла? Когда Христос смотрел, когда против меня поднялся самый близкий человек? И где... Я кормил поедники, а их нету здесь. Да куда он смотрел? Или такие слова будут, или что-то другое? Вот это, понимаешь, что ничего не надо натружно так нагружать себя. А прямо ты должен быть участником этого события. И тогда все размножится на какое-то это старание. И подтвердить это своей жизнью. Ну надо, конечно, ситуацией овладеть. И сказать так, чтобы этот народ понял. Что вы воюете против потомков своих. Вы воюете против Бога, которому кланитесь. Против храма, в котором молитесь. Против города, в котором находитесь. Вы разрушаете государство. А это все случится тут же. Еще 30 лет, и Израиль исчезнет. На тысячу лет. На второе тысячу лет заканчивается. И только в 1948 году они образуют Израиль. 1940... Ну там 30 лет можно активно нажить Христа. И ситуация сложная. Давай. Погромче говорю, чтобы я услышал. В толпе стою. Советую с серьезностью. На тебя Господь связанный, смотрит, израненный, избечеванный. Ну... Тут-то как отвечать? Тут... Надо смотреть на Пилата. Ты уже лишние слова не говори. Ты Пилат. Вот сейчас начинает говорить, что бы ты сказал. Уже не до лишнего слова. Ты Пилат. Все. Обращайся к народу. Так вы же сейчас все за меня и сказали. Ты помнишь, как мы... Я назначил тему. В следующий раз у нас тема будет такая. Заголовок. Почему я такой вредный? А он тут вышел, ушел и говорит, а как я про вас узнаю? Я говорю, да почему про меня знать? Ты про себя скажи, почему ты такой вредный. Только к себе. А я себе расскажу, почему я такой вредный. Она про себя расскажет. И мы увидим тогда, где нам подправиться-то, чтобы ни вредно не быть перед Богом-то. Это нам не запрещается так рассуждать? Вообще трудно сказать за Пилата. На месте Пилата на тот момент что-то, какие-то слова. Надо смотреть на то, что как-нибудь не понял. Ты Пилат. Ты не повторяй слово Пилат. Скажи. Я перед вами, народ, я сейчас вам говорю. Войди в эту роль, как Дебунов поет. Это ты не Пилат, женщина. Ну мол, пока тебе придет время, ты тогда скажешь. Я же ему говорила. Я всю ночь за него страдала. Она иудейка, как раз была у него, жена. Ну приготовь ты на слово, которое ты тогда скажешь. Пилату как жена. Смотри на него и люби. Пилат туда был тяжелее, чем нам, сейчас. Я так думаю, потому что он же был как народ. Он далеко от народа. Он не уходил по духовному состоянию. Ты никак не можешь понять. Ты в третьем лицо. Ты комедируешь. Ты не комедируешь. Ты Пилат. И выходи от народа. Я как представитель Рима разговариваю с вами. С областью, который дал мне Кесарь. И дальше продолжаю. Говорить уже и сегодняшними мозгами? О-о-о-о. Если говорить сегодняшними, то все. Вы народ, что вы делаете? Вы знаете, что через несколько лет за то, что вы сейчас делаете, Бог развеет всю вашу страну. Вы богоизбранный народ. Зачем вы проклинаете детей своих тем, что вы взяли кровь на себя? Вы знаете, что вас ждет? Миллионы потом будут вас сжигать в печах во всяком. Миллион сто тысяч? Только в Иерусалиме погибнет. Там почти вся страна собралась. Когда говорим про Ленинград, там тысяч, миллион семьсот тысяч, что это понятно. Многомиллионный город. Вот отсюда исходить с сегодняшним твоим знанием, вложить туда, а твои знания основаны на пророчествах сбывшихся. Вот теперь будет понятно. Обратись так, чтобы сегодняшние гонители Христа поняли. Наступил суд. И суд от язычника. Ему никто не мешал сказать по писателю? Да в ваших же книгах написано. Нет. Ну, царя Крубикеса. Вы от кого отрекаетесь? Тысячелетия готовились. Вышли из египетского плена. А сейчас самое страшное для вас, когда руководители и наземятся. А вы говорите, никого нет, избирайте. Другое дело, я, римский гражданин. Ставленник его. Половочный представитель президента Путина. А вы-то кто? Федеральный инспектор. Игнатий Тихо. Игнатий Тихо. Который не выходил, с ним рядом был. И когда узнал, что он делает мобилизацию, там, за Черногорского царя выставать, которого убили, он оттуда из больницы давал телеграмму папа. Он папа звал его. А салису мама. Папа, не делай этого. Ты сгоришь. На меня покушение было. Весь женщина пропорола, живот лежит. Если меня убьют простые люди, ничего не будет. Похоронят и все. Но если убьют дворяне, они будут 7 лет мучиться все. Дворянство будет истреблено. Но если меня убьют те, кто принадлежит царской семье, там, братья-бруге, ты и все до одного ребенка, все погибнете. И монархия прервется. Дом Романова сгинет, его не будет. Он пророчество с тремя вариантами дал. И все исполнилось. Этого не было. Ни один пророк не говорил. Это не просто пророк, а пророк, живший в прошлом и пришедший к нам. Более от неветного, чем Григорий Епимович Распутин, не было в России. Все средства массовой информации, интернет, все против него каждый день. Царь делает комиссию. Узнать, где он там был, с кем Распутничал. У него фамилия Распутин. Распутин. А Распутин это не означает, что Распут там блудничает. Что на Распутине дороге. Герой социалистического труда, писатель Валентин Распутин, наш современник. Мы же не говорим, что он Распутник. Назвать деревенщины, деревенщики, а не деревню сохранить. Как бы ни он, Байкала уже не было бы. Такие мощные предприятия строят вначале рядом. Бумажный комбинат. Он же миллионы гонит, литров туда. И он отстоял это, поднял все на ноги. Значит, сказал Распутин. Он попросил Николая II, папа, мне фамилию бы заменить надо. Он говорит, я не могу. Ну ты же император, я не могу. Ну как? Ну давай, говорит царь, подставим рядом Григорий, а Распутин новый. Он говорит, давай. И уже Григория Распутина нет, а Григорий Распутин новый был убитый. Из Англии прислали специального шпиона, которого руководил Дом Распутина, как и не стреляли его. Специально врач приготовил пирожки, которые он любит. Его знал, Дом Распутина, с ядом, смертельный яд. Он говорит, ест, отравленное вино пьет и на него ничего не действует. И когда он подошел молиться, в это время, он сзади их начинает его расстреливать. Он встает, поворачивается, выбегает. Ну а дальше просто надо вам посмотреть, что это. Показывает медведь, а вокруг сбора собак, когда на охоте, это он, что с ним делали. Царь проверяет. Распутин был там, до женщины там. Ну, комиссию. Там КГБ работает, церкви ходят, говорит, царь, до кого его даже в городе не было. То есть спальше. На масонском съезде, в базе, мне кажется, было принято решение свергнуть царя. Ну как, начать Григория Распутина, сказать, что царица живет с ним. Бойна началась какая-то. У царицы вторая карта, на которой она немцам давала возможность побеждать русских. Все обман. И церковь еще не могла сделать. В царе трещется только. Все церковники, поздравительные, в эту же мощность начнут слать временному правительству. И вот зарубежная церковь, Антония Храповицкая, и он прислал. Мы поняли теперь, мы свободны. Теперь церковь развернет свою деятельность. Они не понимали, разверну деятельность в благе. Удобрять землю будет. Все туда пойдут. Историю нужно знать. Так, продолжайте. Вот он сейчас говорит слово, и оно может быть подействием на Евресе, и сегодняшний народ. Потому что это слово может достичь. Вы не забывайте, по территориям. На каждого Еврея 500 человек сегодня злится. В 500 раз больше та территория, которая враждебна. Иран, Ирак, там Ливия, Сирия, Игрия. И все против вызвали. Это маленькая полоска его. И ничего не могут сделать. Его спихнуть в море, это щелчок один бы. Не тут-то было. Почему? До самого конца мира он должен стоять. Он должен вассорить всемирного владыку над нами, над всеми. Но территориально, не духовно. Духовно ничего не сделает, если ты будешь стоять. Всемирный царь еще никогда на земле не был. Не было. Есть религия, христианство, мусульманство, буддизм, дауцизм, язычество. Все под одного. Все единое будет. Единая церковь. К этому все идет. И он зашифрован 666. Кто он такой будет? Евреи. Петербургийское колено разбивается на 12 колен. По карте можно смотреть. Ну, допустим, Алтайский край. Это 48 районов. Только указан район. Указан дом, в котором он родился. А его еще нету. А Тайян писал на острове Патмос. И он видел его. Называет зверем. И при том, как видят он. Даниил стоит. Ну, а что дальше будет? И вдруг море бушует. И оттуда выходит баран. Овен. И бодает на север, на юг. Все падают перед ним. И никто не может устоять. И вдруг море колышется. Оттуда выходит еще козел. Сегодня мужчина назойнутый козел. Замолчи. Это знаешь, как обидно. Это оскорбление. Ты можешь поплатить себе жизнью козел. А это предсказание о том, что Александр Македонский придет. И персидского этого барана разрубит. Это все придет. И когда он пришел в Иерусалим, Александр Македонский, с первого священника выше, и говорят, а у нас пророчество о тебе написано. И козлом назван. И он не обиделся на это. У него всего-то там армия была сейчас, не знаю, 30 или 70 тысяч где-то. А против него-то полумиллиона армии, он все разбивал. Дошел до Индии, и так, ну, наш... 30 лет завоевал тогдашний мир. Лег перед ним. Но это только до Индии дошел. А дальше-то... Сегодня мы знаем еще континенты Северно-Южная Америка. Это все надо подобрать. Он все подобрал уже. Вы еще не знаете, у кого деньги? Где деньги, там и власть. Любой закон проводят. Почему? Во главе стоят сегодня везде евреи. Вот мне говорят, а вы говорите, и евреев надо благословлять. Говорил и буду говорить. Так написано. Благословляющий вас благословлен будет. Проклинающий проклят будет. От меня это не зависит. Это сказано. Почему этот народ дал нам Христа по плоти? Богородица, Прис, на Дева Мария, а она еврейка. Все, ну, кроме Луки, который пишет Новый Завет, евреи. Ветский Завет весь написан евреями. И им Бог открывается. Божий план такой был, и он выполнен. Бог назначил. А кто человек, чтобы противоречить? И вот здесь Пилат допустил, чтобы мы были уметаемы. Но вот с этого момента картину разверни. Поэтому Пилату сегодня все известно. как история прошла, и что будет дальше. Начинай говорить слово. Уже сказал, что вы потерпите все беды и горесть из-за того, что это ваш Спаситель, который пророки, которого предсказывали, что он придет. Вы не узнали его по вашей злобе. Вот, по сути, если Пилат, то я-то вообще язычник. Вы же верующие на божне такие. Почему бы вы его не узнали? Даже непонятно, вот в книгах написано о нем. Вы же из-за зависти его предаете. Христос говорит, если я сказал худо, покажи, что худо. А если я сказал хорошо, а за что ты бьешь меня? Со слова Христа. Это они видят и стоят, они же слышат. Процесс-то открыт, не за стенкой. Ну, если, значит, если уже этими мозгами, то если Бог так все устроил, то значит все равно быть тому, что он должен пострадать. Вот, поэтому что мог Пилат сказать, что... Дальше мы не знаем, может быть, они выкрали его, может быть, убили, закралиф, не пить, не есть, пока не замешут. Если даже я что-то не сделаю, но Бог уже так устроил, что вы его все равно убьете. И в этом будет именно промысел Божий для спасения всего человечества. Мы картину рассматриваем, это Пилат у нас сегодня. Идет с унилищем, 23 глава Иоанна Гея Отлыки. Как бы я сказал народу за слово? Пилат смолодощничал. Я исследовал, смотрел, следователи мои рассмотрели, я ничего худого в нем не нашел. Ну, дальше-то ничего худого не нашел. Освободить в зале суда. В зале суда. Они сидели под аресом, и вдруг освобождаются все. Вот показывает восхождение дьявола. Суд над Дитлером был, когда он кучу поднял первые. Думал, военным путем прийти. Ну и генералу спрашивает Верховный суд, вы как, признаете себя виной? Говорит, не виновен. Это из зала суда пойдут. Гитлера спрашивают, а доль Гитлера? Отмечайте. Он стоял, всех осмотрел, все соратники его. Все вернулись от него? Он упустил голову. Виновен. Как все возликовали, виновен. Пять лет. Пять лет ему назначили Гитлера сидеть. И судья сразу сказал, за вас есть кто заступится там по-другому? Девять месяцев. А там он напишет Майндкап. Как называть Библией Гитлера. Вот как было. Надо вперед смотреть. И которые были против, они пойдут в лаг, там очень в лагеря и под нож. А судья станет потом главным. Он же его... Понимаете? Из всего надо изничтожить, из еще полезное. Такое маленькое такое. Господь посылает, посмотрите у язычников, было ли такое, что в своем божеству изменили? Назовите. Нет. А народ мой, которому я Бога благодетельствовал, подкладывал лучшую пищу, все, и они восставили на меня, как враги. Он же переел, посчитал. Что я вам еще буду сделать? Господь говорит. Что вы хотели? Быть самостоятельными? Я дал самостоятельность. Израиль воюет, перед ним падает 23 тысячи, а у них даже раненого ни одного нет. Так не бывает. А Бог сделал так. Как только согрешили, сразу же 32 человека были убиты. Война остановилась. У нас 32. А у ее языческих 37 тысячи? Меня это не касается. Меня это касается свое. Обещание Бог нарушил. А нарушил почему? Кто-то сделал грех. С грешником Бог дела не имеет. Может, мне не нужно молиться, а капец и тереть. Грешник Бог не слышит грешника. Вот в этом вся суть. У Пилата молитвы не было. Главное, он был безоружен и слаб. А которые молились, Симон Террияне, а другие, и никто не отрекся. Мы должны очень серьезно посмотреть, потому что обстановка подсказывает где-то рядом. Совсем рядом это площадь Майдан. Майдан это площадь. Я сказал, сейчас закончится, сейчас занятие. У меня другая тема. Просто отдельно начнем говорить о сегодняшнем дне, об одном человеке. Я напишу, мы сегодня, может быть, пошли ему приветствия. Но одно время он очень хорошо сказал мой адрес. Я не забуду этого. Когда гнали. Ну, еще лет больше. Все. Надо было обратиться, народ понимает прошлое. Но он не стал. В будущем человек когда мало ли что сказал, язык без костей. Будет или не будет, но прошествия вы не можете отрицать. Вы уже знаете, это было, было. Это пророки предсказали. А это господин пророков пришел. Я и Отец одно. Отец открывал. Это мои слова. Мои, то есть Я и Отец одно. Вот когда в эту обстановку ты войдешь, воображение, первое качество лидера, ты будешь чувствовать запах крови тогдашней. Как Виктор Геон. Он писал у Гатарлова с рожением, у него в комнате один он запах пороха, ржания, коней слышал. И так написать никто не сможет больше. И он, Жития Святых, насчитывал когда на пленку. Тогда 78-79 годах, когда насчитывал. Я вместе с ними умирал. Я горел так же. И где они плакали, я рыдал. И поэтому люди слушают и по сегодняшний день пока никто так не насчитал. Он артист, у него не получится. А это вера. Вот я был в Латвии, сейчас ездили. Я на то место пришел, я обратился, я говорил и не мог говорить. Я опять спалюсь, головой вниз стою и начну такое говорить. И спазм не дает. Я опять упаду, опять молюсь. И все мне пишут, кто бы не смотрел, все плачут. Почему они? Настолько накаленная обстановка. Я приехал на то место, готовился, где не был 50 лет, не обратился. Началась новая жизнь. У меня бы живых не было. И вдруг того дома даже нету. А там только зубная какая-то ассоциация, больница, я решил книги подарить тем, кто на их месте здесь. А они, когда не поняли, вызвали полицию. Полиция тут окружает нас, а я им рассказываю, зачем мы приехали, и даю книги. Это ролик, который стоит. Я знал и узнал все. Это Бог делает. Человеку нельзя так составить. Никак. А вот еще вопрос. А как понять, вот тут Ферпилак говорит, чтобы Христа умертвить и врагов примирил, а мы для собственного спасения и друзей не сохраняем в дружбе с нами. Вот чтобы распять, они были против. Ферпилак вертвировал. Враждовали. Это понятно. Это понятно. Чтобы распять Христа. А мы, если где-то враждуем, ну что-то друг на друга имеем. Да к нам не распять, а примириться со Христом, так мы даже друзей теряем. Даже не враждание какое бывает. Да мы же в небо идем вместе-то. Ну что же не уступить-то, не попятиться где-то. Ну, ну виноват. Не так сказал уже. Ну это сцепился, мертвая хватка. Я не хожу в храм, потому что там Игнатий стоит. Ну вы же знаете, это официально, обвергленно. На занятия не хожу, потому что Игнатий тут. Он не ходит. Я приехал уже три месяца, и завтра будет ровно три месяца. И ни разу человек тогда не был в храме. Что еще доказывать? А на занятия еще не идешь? Я виноват. Я уехал, Виктор Николаевич идет занятия, он ходит человеку? Не ходит. Есть еще, Виктор Николаевич моего сына оскорбил, поэтому я пришел. Теперь, батюшка стал вести занятия, он говорит, батюшка, он ходит? Нет, ноги не положил. А почему? А батюшка не такой. Да если ты верующий, тебе разницы нет, кто говорит? Может быть, с воздуха слышится голос Божий и говорит, тебе зачем это? И когда шел, Павел говорит, он слышал голос, говорящий, «А кто? Я никого не видел, поэтому не буду слушать». Он же не сам так рассуждать. А что повелишь делать? Иди, тебе будет сказано, трудно против рожна идти. Ты уперся уже рогом в грудь, куда давишь-то дальше-то? Трудно идти, поверни назад. Свепой никого не видит. А люди, говорят, слышали голос, какой? Савва. А тот голос, они не слышали. Я, говорит, видел света, никого не видел. Свет ослепил его. И три дня сидел и думал, думал, я распинал, гнал христиан. А вдруг это Христос? Что же я теперь? Куда я теперь? Трудно идти. А кто ты, Господи? Я Иисус, ты за ним, которого ты гонишь. Да я тебя не гнал, я вот этих вот аж. Они шпаны, бомжи, живут так как, бедные, грязные. Каждый ответит за себя. Это люди отверглись этого мира. Вы даже не понимаете. И он сидел три дня и три ночи. И вдруг там епископ Аналия в Дамаске, это где война в Сирии сейчас, настоящий момент, сегодня. Что же делать-то? Ему голос говорит, иди на улицу, и улица Марии Ланкеры, там дом такой-то, и вы там, там встретишь. Господи, да он гонит везде нас. Пришел рассуждать, чтобы вязать женщину-мужчину. Так он ответил, иди, он уже другой. Я покажу, как много ему надо пострадать. И он пришел и говорит, 22-16, Диане Апостола, что ты мерзишь, брат Саву, брат Саву. Я когда говорю, это стектантом, они не могут перешагнуть. Я говорю, брат, брат, ну, не можем говорить, что епископ не понимает, а, а надежно, пришел-то. Он говорит, что ты мерзишь? Встань, три дня сидишь, крестись, и омой грехи твои. Я говорю, а где грехи прощены? А там на дороге он покаялся. А здесь, говорит, омой грехи. Какие грехи? Три дня он не грешил. Омой грехи. Значит, крещение, прощение грехов. А у сих пор, это обещание Богу доброй совести. Из Петра вырвали. А дальше написано, спасает, спасает, слово спасает к крещению относится. И все. Миллиона, 200 миллионов людей блуждаются. В этом, только на этом стихе. Это не два, не три. Миллионов. Я говорю, о эритиках, а сектантах. Сталь, крести, все мои грехи твои, которого братом назвал уже. А у баптистов какое значение имеет крещение? Ну, обещание Богу доброй совести. Ну, вроде, значок. Не диплом, а значок, что он, выше образования у него. И вот здесь мы прямо подошли. Разобрать нужно. Насколько слова Христа помогли Пилату в том, что Христос сказал, что меньше вина на тебе, то есть, не по твоей воле так будет? Ну, да. Но Пилат пострадает за это. На него будет жалоба. Пилат, как предание, как узнал, что был такой пророк, а ты его распял, его вызвали на отчет, и он был потом сослан, и будто бы его там и убили. Пилат лишился своей должности. Из-за нее он дрожал и не удержал. Но этого, в Писании этого нету. Это историческая дается справка, и чем она подтверждается, я тоже не знаю. Просто считал. Я ссылаюсь не на место, а на церковные ведомости этого идея материала. Так. 32-38 стихи. Вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, Отче, прости им, ибо не знают, что делать. И стих пропустил. 28-й, не гонил. 28-31. Благодарим. Иисус же, обратившись к ним, сказал, Чей Иерусалимский, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут, Блаженны неплодные и утробы неродившие и сосы непитавшие. Тогда начнут говорить горам, Пойдите на нас и холмам, покройте нас, ибо если зеленеющим деревом это делают, то сухим что будет? Толкование женщины эти, создания удоводвижные на рыдание и плач. Плачем так, как бы Господа постигла какая напасть. И тем выражают свою сострадательность и сетывание о человеческой неправде. А он не только этим недоволен, но даже возбраняет им, ибо он страдал добровольно, а страждущему добровольно и притом за спасение всего рода человеческого приличествуют не слезы, а одобрение и прославление. Крестом и смерть разрушена и отпленен. Слезы приносят утешение не тем, кои стражду добровольно, но тем, кои стражду невольно. Поэтому он возбраняет им плакать о нем, а убеждает их обратить внимание на будущее бедствия и плакать об этих бедствиях, когда женщины без жалости будут варить собственных детей, и чрево носившее, к сожалению, само опять в себя примет родившегося из него. Ибо если римляне так поступили со мной, древом влажным, благолосным, вечно зеленеющим и вечно живущим, силой божества и плодами учения своего всех питающих, то чего не причинят они вам, то есть народу, дереву сухову, лишенному всякой животворной праведности и не приносящему никакого плода. одна футбольная команда там в первом карсте летела и сомлет в горах разбился футбольная команда и они остались одни, часть погибла и кончилось ничего нет, и они бросают жеребий, есть или есть мясо погибают и решают все которые мертвые они же застыли резать и спасать и они этим спаслись а потом двое направленные были дошли до жизни сообщили и вертолетом прилетел видел фильм я видел видел да когда они перед тем как начать есть человечество один из них выступил и говорил мы сейчас все одинаковые но они говорят я умру но есть не буду но это твое право но я запрещаю от меня братья резать запрещаю что те разбились они ничего не запрещали он говорит мы уже такими какими были не будем когда человек баранину там рыбу ел это никак не влияет но когда человек сел овещи прием то не говори что не спасется но уже тем он не будет он на все будет смотреть по-другому а откуда это где это подтверждение это прилетает откуда делаем из фирмы то есть они говорят я думал где-то какая-то информация настолько серьезный шаг что я неоднократно считал это было в Ленинграде и мертвых просто не выносили а в окна выбрасывают придут брать а у него там отрезано что-то ну где там ляжки там еще где-то кто-то есть если находили кто-либо доедствует их уничтожали почему тоже не знаю и жена родившая были уже беременны и будет есть послед ребенок корову послед женщина и жадность муж будет ты бы не была беременна подлинная нет а хоть дай она ему не даст это все описано в Библии сварили младенца съели а своего она спрятала не дала пороку Елисею подошла женщина жалуется он так ахнул царь она царю говорит а порок стоит это голод это ужасный голод ребенка две женщины имеют одинаковых детей давай моего сначала зарежем его съедим а потом а когда съели она его ночью спрятала и не дает а та пришла жаловаться как-то обманула мы сели а ее нету а царь так и захвался это какой же голод а пророк говорит завтра в это время пшеница муки у вас будет не больше 100 рублей а этот ну может ли быть такое один стоит там министр по сельскохозяйственной продукции он говорит может но ты уже не поешь тебя задают надо верить что Бог сказал и ночью вдруг врагам померещилось танки идут самолеты летят они все бросили и бежать от Москвы на 70 километров испугались этого все брошенное а там два прокаженные были и они подошли никого нету они поели маленько спрятали еще пошли дальше все разбросано палатки стоят и у палатки как висела амуниция все это забрали спрятали но нет проснулся проснется город узнает что так мы пропали тогда не прищи давай встречайся в город эй стражи воинов-то нету под городом а где убежали царь говорит это враг решил отступить а потом высвечить и на нас а в городе оставалось пара лошади и он их высыл и поехали и вся дорога высыпана дорогой бежали кто платшет потерял кто ботинки сбросил и вот машина сбилась с пути по сегодняшнему рассмотреть ну и дальше уже история почем стоит и стали продавать а царь поставил этого в воеводу который не поверил чтобы уйдешь в воротах а народ как кинулся его смяли и по нему и раздавили его а Левисей сказал ты увидишь услышишь цена муки будет прежде как до военное время но ты ее не покушаешь так все случилось это нам Бог говорит это не еврейские басни как сегодня там Константин про Пархоменко говорит священник конечно это еврейские басни священник церкви учат то есть а слуги антихриста уже в церкви сидят что-то можно простить вот Алексей Первый был патриарх Семанский и он говорит наш народ простой ну знает батюшка пьяный где-то ну поднимут его обтряхнут и батюшка благослови как близково написано народ многое простит но если узнаешь что ты в алтаре небрежно делаешь совершаешь литургию тебя никогда не простят вы поэтому думайте это мы сейчас пометили веру и воедино поем это он и вел патриарх Алексей Первый это он ввел и он сказал чтобы искусственно бумажные цветы в церковь не заносили богу не надо мертвящину живой цветок это патриарх Алексей Первый это я считал его выступление есть с чем тоже давайте доброе новое да он там ну он за себя ответит ну это хорошее дело хорошее давайте этим его и помянем еще прочитаем да стих последний 32-38 вели с ним вели с ним на смерти двух злодеев и когда пришли на место называемое лобное там распяли его и злодеев одного по правую а другого по левую сторону Иисус же говорил Отче прости им ибо не знают что делают и делили одежды его бросая жребий и стоял народ и смотрел насмехались же вместе с ним и начальники говорят других спасал пусть спасет себя самого если он Христос избранный Божий так же и воины ругались над ним подходя и поднося ему уксус и говоря если ты царь иудейский спаси себя самого и была над ним надпись написана словами греческими римскими и еврейскими сей царь иудейский толкование я вам желаю составить и внушить дурное мнение о Господе устрояя так что с ним распинают двух два разбойника но смотри как он одного из них лишился и как послужило в большей славе Господа то что дьявол замышлял против него ибо крестов разбойников никто не искал напротив весь мир томился ожиданием креста Господня и отсюда очевидно оказывается что Господь не беззаконник как разбойники но путиночальник всякой праведности ведут его на место лобное где говорят погребен был пратец чтобы где совершилось падение через древо там же совершилось и восстановление через древо Иисус являя чрезвычайную протость молится за них говоря Отче прости им ибо не знают что делают и конечно грех сей простился бы им если бы после сего они не остались в неверии для чего делят одежды его быть может многие нуждались в них а быть может что и вероятнее делали это по дерзости и с намерением надругаться ибо на их взгляд что было драгоценного всех одежды и так они делили это в виде насмешки делали это делали это в виде насмешки и ругательства ибо что нужно заключать о простом народе когда начальники его насмехались других спасал пусть спасет себя самого если он Христос избранный Божий этот дьявол говорит через них как на кровле храма Луки 4.9 так и здесь он это говорит завидуя спасению через крест и желая всеми возможными хитростями пресеченное воины подносили уксус для питья служа именно как царю вот и другая хитрость дьявола обращающаяся на него самого именно он письменами трех языков объявляет о возмущении Иисусовом чтобы всякому из проходящих было известно что он повешен за то что выдавал себя за царя а избирательный назло не понимал а изобретательный назло не понимал что это было знаком того что сильнейшие из народов каковы римляне и мудрейшие каковы греки и набожнейшие каковы евреи войдут в царство Иисуса и будут проповедовать его комментарии царствием Божьим называется пришествие Христа на землю уверовавшие в него и составляют царствие Христово усыновленные чада Божьи получают великую власть от имени Иисуса нести благую весть Иоанна 1.12 а тем которые приняли его верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими и самое главное право которое стало и обязанностью верующих нести слово благовестия в окрестные народы Иоанн Златоуст непрерывно призвал к проповеди Евангелия проповеди того что его прихожане слышали в храме не слышали не проповеди того что его прихожане слышали в храме Он говорил, что он один ничего не успеет, если слушатели будут безмолстывать Почему же русский народ к этому не был приучен сразу при князье Владимире? Почему пошли иным, не евангельским путем, в пустыни, леса, пещеры, о которых не сказано ни одного слова в Библии? Римлянам, 10 глава, 15-17 стихи И как пропорядовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовестующих мир, благовестующие благое Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия Сегодня ропщат патриоты на всех, в ком нет национального самосознания, что даже русскими назвать себя не хотят А неплохо, как говорят они, восстановить монархию, захватить Константинополь, установить подлинную симфонию государства и церкви православной, как было при Василии Третьем и при Александре Третьем Но где тогда Христос? И когда же они будут проповедовать Его? Но на деле у патриотов ничего не получается Все их союзы русского народа, православных братств, черные сотни и других героев дня Они между собой так легко ссорятся, так легко поносят друг друга, обзывая агентами ЦРУ, жидами и врагами народа И все, и все вопрошают, отчего это так? Ответ жидан еще задолго до нас, когда и спросят о рождении свыше у Христа и будут проповедовать Его Когда же будут проповедовать Его? То есть надежда, что семя Слова Божия все же где-то найдет благодатную почву и душа придет ко Христу А это будет русский, еврей или китаяц с некром Это не имеет никакого значения Все будут проповедовать Его И кто будет жить на территории, где мы живем? Это для вечности не имеет никакого значения Несите же благую весть погибающим людям Мы вторгаемся в политическую сторону жизни Напоминаю, я здесь даю комментарии Василий Третий, Александр Третий считают Самый рассвет был И к чему пришли Вот если бы революция и произошла, а была бы киевская княжесть И на этом все закончилось Она хватали до самого порта Артура Пост по острову И в раз это все хлынуло по одной эстонии Это все добровольно было Аляска должна в Америке, и та российская была Потом продали ее 1861-го процедура А сейчас поют, и Аляску вернем Безумные Дома поправиться не могут А туда лезут Нам говорят, дороги строите Дороги государство строит Оно помогает, а у нас еще нет, не прошло бы И выехать тут нельзя было Околоигры не проехать А сейчас там грязи нет никакой Все, свободно К слову сказать На неделю мы подремонтировали и продали Надеющийся на Бога Постромлен не будет Все, да? Все, все Все Все